В конце ушедшего года в PaxDay прошло глобальное, закрытое альфа-тестирование, в ходе которого нам показали довольно качественный игровой процесс, предлагающий вполне впечатляющий игровой функционал. Общие впечатления от широких масс пользователей оказались скорее положительными, хотя большинство участников и признало, что до релиза по понятным причинам еще довольно далеко. Незадолго до наступления этого года разработчики решили публиковать праздничную новостную статью и поделиться в ней данными в отношении системы монетизации, которая будет использоваться проектом и кажется это сыграло с ними дурную шутку. В сегодняшнем материале мы разберем, что именно рассказали нам представители компании Mainframe Industries и поговорим о том, какие последствия это вызвало в игровом сообществе проекта. Правда прежде чем мы перейдем к этой теме, мне бы хотелось передать слово моему постоянному спонсору. Мама Васи вечно что-то гонит про дом, дерево и внуков. Но Вася не до того. У него клач в компетитиве и надо затащить любой ценой, иначе пацаны не поймут. А тут этот бессмысленный шум. И когда желание послать маму становится нестерпимым, Вася открывает фанпэй, продает пару АК-47 и посылает ее на море. Потому что маму Вася любит, а новый калаш, ну это дело наживное. Фанпэй, зарабатывай играючи. Собственно, чтобы лучше понять происходящее, нужно вначале рассмотреть само заявление разработчиков и информацию, которую они предоставили сообществу PaxDay. Так, компания опубликовала планы по монетизации проекта. В данный момент еще не определены все тонкости модели распространения игры, но разработчики хотят убедиться в ее финансовой стабильности, а поэтому тщательно продумывают систему. На момент запуска у игры будет несколько слоев монетизации. Основу составляет так называемое ядро, состоящее из разовой покупки игры и регулярной платы за статус активного игрока, а также за доступ к сюжетным кампаниям. В дополнение к нему следуют следующие три пункта. Бесплатный, но ограниченный доступ к игре. Полностью необязательные дополнительные услуги, которые добавят в дальнейшем. Механика подписки по аналогии с Plex и с EVE Online. Если некоторым из вас будет ближе, можно ориентироваться на жетоны ArcheAge, но с возможностью забрать их в бою у игрока в момент транспортировки. По словам представителя Mainframe Industries, компания ищет бизнес-модель, которая будет справедливой как по отношению к игрокам, так и позволит со временем реализовать все имеющиеся задумки в отношении PaxDay, которые требуют серьезных финансовых вливаний. Разработчики не скрывают, что их главной задачей в нынешнем капиталистическом мире иметь стабильный финансовый поток, который гарантировал бы им возможность поддерживать проект в долгосрочной перспективе. Здесь важно отметить, что в целом без детального рассмотрения кажется, что ничего страшного разработчики не представили. Ведь изначально было известно, что PaxDay будет распространяться по модели By2Play, а значит игрокам предстоит разово приобретать этот продукт для дальнейшего его употребления. Команда прямо заявляла, что считает эту модель лучшей на текущий момент и поэтому стремится к ее использованию. Не вызвало вопросов о наличии бесплатного, но ограниченного доступа к игре. Механика триальных или пробных аккаунтов достаточно давно распространена как в мире MMORPG, так и за его пределами. В этих условиях вам предлагают доступ к части игрового контента полностью бесплатно, и если вы понимаете, что продукт вам интересен и привлекателен, вы просто приобретаете его за полную стоимость и продолжаете осваиваться в игровом процессе. К этой системе тоже не возникло никаких вопросов, и первое время она даже вызывала положительные эмоции у аудитории, которая сочла подобный подход чрезвычайно трезвым и на удивление очень честным для 2023 года. Введение полностью необязательных платных услуг тоже было встречено с восторгом. Ранее разработчики отмечали в кратких кьюассессиях, что они работают над расширением функционала услуг в игровом процессе их MMORPG, а поэтому с приходом релиза нам будет доступен небольшой внутриигровой магазин, который будет содержать незначительные косметические предметы, вроде красителей для одежды, предметов декора для транспорта и жилища. Кроме этого, в него планировалось интегрировать доступ к некоторым сторонним функциям, вроде смены имени персонажа, смены внешности и пола персонажа, смены сервера. Подобный подход, опять-таки, не является чем-то новым и вполне свойственен онлайн-играм первого поколения, коим Пакс Дэй, конечно, не имеет никакого отношения, но все же может заимствовать оттуда удачные идеи. Вопросы начали возникать при рассмотрении пункта со своеобразными токенами внутри игры, а также со статусом активного игрока, ведь, как вскоре выяснилось, игроки поняли все правильно, и хотя эти пункты были разнесены на два отдельных круга монетизации, в действительности они являются единым элементом. Mainframe Industries не спешили проливать свет на происходящее и рассказывать, что именно подразумевают разработчики под этим самым элементом. Однако после того, как количество вопросов в их социальных сетях начало расти в геометрической прогрессии, они все же сломались и заявили, что статус активного игрока это нечто вроде своеобразной премиальной подписки или вип-статуса, который можно будет приобрести, и при наличии которого вы будете получать доступ к определенным бенефитам, улучшающим ваше качество жизни в игровом процессе. Спустя же еще некоторое количество времени разработчики согласились привести примеры того, что именно подразумевается под этими самыми приятными улучшениями, которые смогут получить пользователи. В качестве такового был приведен доступ к земельным наделам. Важной вехой развития вашего персонажа в Пакс Дэ является строительство своего собственного жилища. Проблема в том, что места в безопасных зонах очень сильно ограничены, а вот в локациях, где нападать на других игроков и их собственность не возбраняется, места наоборот немного больше. Команда разработки пришла к выводу, что в зонах, где игроки могут сражаться между собой, нет причин для введения каких-то ограничений, ведь жилища там можно будет легко разрушить. Однако строительство в безопасных зонах должно быть привилегией, которое гарантирует всем участникам игрового процесса, что наделы не будут заняты неактивными пользователями. В связи с этим, этот самый статус активного игрока предоставит его обладателю возможность строить свой собственный дом на своем собственном наделе. При этом жилище будет оставаться в целостности и сохранности ровно до тех пор, пока вы будете оплачивать статус. Предполагается наличие срока в несколько дней для просрочки платежа, на случай, если вы о нем забудете. И если же плодеж не будет внесен в указанные сроки, жилище автоматически разрушится, а содержимое находящихся в нем сундуков попадет в специальный инвентарь, из которого его можно будет изъять в течение некоторого количества времени. Аналог же Plex из IfOnline, который упоминался раньше, предоставит пользователям возможность покупать этот самый статус активного игрока, а после этого транспортировать его в качестве обычного предмета в специальное место, где его можно будет продать или обменять на виртуальную валюту, или же активировать для своей учетной записи. В свою очередь, это должно сгенерировать больше причин для столкновения между игроками, а также повысить цену некоторых сражений. Кроме этого, по задумке авторов, это должно положительно сказаться на экономике проекта и предоставить возможность отстающим или малоактивным пользователям догнать основную массу игроков путем некоторого количества вложений реальных средств. Mainframe Industries отметили, что пока еще рано говорить о стоимости статуса на месяц, ведь они не до конца проанализировали рынок, а также они не готовы заявить, сколько именно бонусов будет начисляться в вашей учетной записи во время ее активации. Все эти моменты находятся на стадии корректировки, ими поделятся ближе к началу закрытого бета-тестирования, которое назначено на конец 2024 года. Само же сообщество игроков сходится во мнении, что если опираться на опыт EVE Online, который во многом используется как основа для PaxDay, речь идет приблизительно про 15 евро ежемесячной абонентской платы, что на момент записи этого видео составляет приблизительно 1520 российских рублей. Теперь, как бы странно это ни звучало, мы переходим к самому интересному. Как вы, наверное, понимаете, сообщество PaxDay в основной своей массе не очень поняло происходящего. Если распространение через систему By2Play не вызвало никаких вопросов, как, впрочем, и наличие внутриигрового магазина с кастомизирующими предметами, то вот подписка игроков устроила уже не так сильно. Сам же факт возможности реализовать ее в игровом процессе за виртуальные средства, пусть и со ссылкой на достаточно успешные проекты в жанре MMORPG, также пользователей не воодушевило. Основная проблема происходящего заключается в том, что строительство в мире PaxDay действительно играет очень важное значение. Сам мир является полноценной песочницей, поэтому в нем нет городов и NPC. Все поселения, точки интереса и станки производят сами игроки, а значит именно от них зависит, как будет выглядеть тот или иной сервер, как будет меняться локация и что они будут предлагать. В первоначальной концепции пользователям предлагали возможность кооперироваться между собой, для того, чтобы объединять свои участки, разрастаться и в конце концов возводить полноценные города, которые будет смысл осаждать и налаживать с ними дипломатические связи. От этой концепции, к счастью, Mindframe Industries не отказались, но при этом внесли ряд ограничений, главным из которых является то, что теперь вам не только предстоит купить игру приблизительно за 50 долларов, что сейчас выступает в роли средней цены на рынке для подобного проекта, так еще и просят оплачивать ежемесячную подписку. Сама по себе подписка, это уже далеко не самая популярная мера, оставшаяся в роли рудиментов всего в нескольких играх, так еще и здесь она влияет фактически на ключевой игровой элемент. Более того, в определенной степени можно согласиться с тем, что мера пусть и не самая популярная, но все же имеющая под собой определенные весомые аргументы. В конце концов, никто не мешает каким-нибудь предприимчивым ребятам наплодить учетных записей, а потом захватить существенно больше участков. Подписка это будет сделать гораздо сложнее, чем только с разовой оплатой. Вот только и здесь есть загвоздка, которая вращается вокруг возможности этот самый статус продавать в игровом процессе, что по задумке авторов должно нивелировать отставание части аудитории. В совокупности мы получаем абсолютно дикую ситуацию, при которой вы просто не сможете производить никакое оружие, предметы и товары ровно до тех пор, пока не внесете определенную сумму и не получите статус активного пользователя. Следовательно, тот самый пробный период в представлении команды PaxDay, это вполне вероятно может быть доступ к игре без возможности что-либо в ней делать. Смущает еще и тот факт, что в игре неожиданно объявили о наличии сюжета в будущем и продаже доступа к сюжетным кампаниям. Мало того, что ничего подобного изначально не планировалось, так теперь это еще и будет распространяться за отдельную плату по системе дополнений. А значит в итоге мы приходим к тому, что вам потребуется приобрести PaxDay, затем оплатить ежемесячную подписку, а потом еще раз в несколько кварталов покупать к игре масштабное обновление с сюжетом, который точно будет интересен далеко не всем, но все же. Происходящее привело к тому, что сообщество игры, мягко сказать, закипело. Первый шквал критики пришелся на официальный дискорд канал, где игроки в начале требовали от разработчиков ответов, а затем просто пришли в ярость, когда эти самые ответы поступили со стороны представителей компании. Пользователи были поражены не столько тем, что именно предлагает команда, сколько фактом резкого изменения курса, ведь изначально Mainframe Industries всячески открещивались от того, что монетизация будет хоть как-то влиять на игровой процесс их проекта. Более того, возникли вопросы и к мерам в отношении подписки для жилищ. Игроки, которые побывали на альфа-тестировании и имели четкое представление о том, как именно устроен игровой процесс PaxDay, были возмущены тем, что без подписки пользователи фактически лишаются возможности находиться в игре. Да, вы можете стать частью какого-то коллектива, и тогда вам вполне хватит одного дома для того, чтобы установить все необходимые станки, и позже использовать их по своему усмотрению. Проще говоря, на группу из пяти человек вполне хватит одного человека с подпиской. Проблема в том, что новички, приходящие в мир, зачастую не будут иметь этой самой подписки, а что еще важнее, PaxDay планирует интегрировать систему животноводства и растеневодства, которые также будут завязаны на вашем участке. На текущий момент его с трудом хватает для того, чтобы возвести базовую по размерам коробку, и добавить все имеющиеся необходимые для жизни станки. Если же к релизу их станет еще больше, а к этому мы вернемся в следующем пункте, а также возникнет потребность использовать земельное надело для выращивания чего-либо, одним участком уже не отделаешься. В игре есть функционал, позволяющий объединять участки нескольких пользователей в один единый, а значит те из них, кто смогут оплачивать подписку и смогут забронировать больше земельных наделов, будут чувствовать себя на дистанции гораздо эффективнее и комфортнее. Здесь нужно заметить, что полноценно оценить масштаб скандала довольно тяжело, ведь в официальных социальных сетях уже в течение пары часов после начала скандала начала активно работать модерация. Тем не менее, если опираться на цифры числа участников в официальном дискорд, можно сказать, что на момент начала происходящего в нем состояло чуть более 59 тысяч пользователей. На сегодняшний же день в нем находится 51 717 человек, и этот показатель продолжает постепенно снижаться. Стоит ли говорить, что в рамках этой платформы обычно обитает лишь десятая часть от общей массы заинтересованных пользователей, а значит удар от произошедшего гораздо внушительнее, чем нам может казаться на первый взгляд. Как вы понимаете, после того, как вспышка недовольства стала уж очень масштабной, а в новостном сегменте все чаще начали говорить про разгневанных игроков и снижение активной аудитории в социальных сетях, как примерно мы это сделали в сегодняшнем выпуске, разработчики приняли волевое решение начать сглаживать углы. Нечто подобное мы видели весь 2023 год в самых разных проектах, и наверное только один сделал все действительно честно, что в итоге избавило его от необходимости оправдываться и что-либо сглаживать. Первый ход, который предприняла команда PaxDay, это публикация немного обновленной информации про монетизацию. Они перевернулись в воздухе и сообщили, что в их концепции теперь будет присутствовать полная прозрачность системы, дабы игроки точно понимали, что именно означает то или иное нововведение, а также зачем нужна та или иная часть монетизации. По сути своей, это стало ответом на возмущение в отношении статуса активного игрока, который изначально не был объяснен. Это же сообщение содержало информацию о том, что команда Mainframe Industries гарантирует, что в игре будут отсутствовать любые бустеры и ускорители прокачки, что кстати является очень щепетильной темой, ведь прокачка профессии и показателей вашего персонажа, это фактически ключевая вертикальная система прогрессии, на которой по всей видимости будет строиться игра долгие годы. Занятно, что команда в этой части сообщения даже не упомянула подписку, за которую оправдывалась ранее, а просто обозначила, что бонусов к прокачке не будет. В самом же конце было упомянуто о том, что представители компании нас слышат, а поэтому они, как и прежде, не планируют вводить в игровой процесс какие-либо предметы, которые смогут конкурировать с ценностями, полученными игровым путем. Как вы понимаете, это вообще не отвечало на запрос сообщества, которое как бы указывало на то, что было бы неплохо удалить или серьезно изменить статус активного игрока, который немного попахивает обязаловкой. Тогда разработчики опубликовали еще одну новость, в ней было сказано, что игрокам не стоит переживать насчет будущего Паксда и сейчас, ведь команда еще не завершила тонкую настройку системы монетизации, а поэтому ее финальный вид еще будет представлен впереди. Также сообщение гласило, что разработчики всеми силами стремятся создать проект, который позволит игрокам самим определять, как они хотят играть и какой контент получать. К чему это было упомянуто в рамках вопроса с монетизацией? Вопрос открытый. Ведь если начать интерпретировать сказанное на этот счет, то в голову начинают забредать еще более пугающие мысли. Как вы можете заметить, название сегодняшнего материала было, мягко говоря, провокационное. На самом деле, не стоит относиться к нему серьезно, ведь оно просто отлично передает настроение в сообществе Паксдей, и поэтому было использовано. На текущем этапе судить о том, что именно ждет игру, и как разработчики изменят систему монетизации, сказать пока сложно. Да, уже появились первые звоночки, которые нужно держать в уме, и ни в коем случае про них не забывать. Ведь к официальному запуску игра может подойти в более упрощенной форме, а более жесткую модель монетизации накрутят на нее несколько позже и постепенно. Подобное происходит сейчас буквально со всеми играми. Так что хоронить данные MMORPG или нет, это вопрос полностью открытый. Как автор уже этого канала, хочется заметить, что все же для этого немного рановато. С другой стороны, все субъективное на этом канале, мы стараемся оставлять на откуп комментариям. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность, и до очень скорой встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!